Как было установлено в процессе разбирательства, дорожно-транспортное происшествие существовало лишь на бумаге. На самом деле водитель «Опеля» сам не справился с управлением и съехал в кювет. К счастью, никто не пострадал, но автомобиль получил механические повреждения, компенсировать которые мужчина решил, оформив ситуацию как в случае для Европротокола. Однако фактический характер повреждения автомобиля не соответствовал заявленным требованиям, что и смутило специалистов страховой компании. В Брестский межрайонный отдел поступило постановление о назначении подчерковедческой экспертизы, объектом исследования которой являлось извещение о дорожно-транспортном происшествии, которое в обиходе именуется Европротоколом. В данный протокол были внесены заведомо ложные сведения двумя гражданами 1991 и 1983 годов рождения. Протокол содержал сведения о дорожно-транспортном происшествии, которое якобы имело место в апреле текущего года на территории Столинского района, хотя на самом деле этого ДТП не было. Предоставленный в страховую компанию Европротокол прошел через подчерковедческое исследование. Экспертами Брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз было установлено, что заведомо ложный бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии был составлен непосредственно этими гражданами, что бесспорно будет доказывать их причастность к истории. В ходе проведения подчерковедческой экспертизы было установлено, что сведения, которые содержатся в данном Европротоколе, были внесены непосредственно данными гражданами 1991 и 1983 годов рождения. Данные граждане являются непосредственными подозреваемыми по уголовному делу. Что ж, история должна послужить хорошим уроком для тех, кто пытается использовать официальные документы не под назначению. Поэтому стоит напомнить, в каких случаях автовладельцы все же могут решить дорожный конфликт с помощью извещения о дорожно-транспортном происшествии. В первую очередь, если в результате ДТП вред причинен только транспортным средством участникам аварии. Во-вторых, лица, управлявшие транспортными средствами, имели на это документальное разрешение. В-третьих, вред, причиненный каждому автомобилю, оценивается их владельцами в сумму, не превышающую 800 евро, по установленному Национальным банком официальному курсу. Продолжение следует...